Послание Отца Абсолюта от 18 апреля 2024 года Граждане мира Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о том, как вы можете противостоять действиям бюрократической машины и принимаемым правительствами ваших стран законами, не отвечающими вашим интересам, сохраняя при этом высокие вибрации. На первый взгляд это может показаться невыполнимой задачей, но на самом деле, сохраняя чувство собственного достоинства и спокойное ко всему отношение, можно достичь хороших результатов и с наименьшими потерями. И это касается абсолютно всех сторон вашей жизни, любого вашего начинания, а также ваших отношений с самыми разными людьми. Не является исключением и противодействием правилам и законам, идущим вразрез с вашими желаниями и интересами. В моих недавних посланиях я уже подробно останавливался на том, какие конкретные шаги вы можете предпринять, чтобы защитить себя и окружающих людей от преступных действий глубинного государства и их марионеток во власти. Поэтому сейчас я хочу уделить больше внимания энергетическому, в первую очередь эмоциональному аспекту вашего состояния и связанных с ним поступков. Я вижу, мои родные, как вы устали морально и физически от постоянной борьбы с ветряными мельницами современной системы власти, которые на каждом шагу стараются вас контролировать и загнать в узкие рамки бюрократических законов, правил, инструкций, порой весьма абсурдных и алогичных, призванных ограничить вашу свободу во всех ее проявлениях. Но вы уже знаете, что все это делается лишь для того, чтобы вызвать у людей раздражение, недовольство, агрессию, страх и многие другие негативные эмоции, которыми и питаются те, кто эти законы и правила создает. Какой же достойный выход можно найти в столь непростой ситуации, когда ваши силы не равны, и вы полностью зависите от так называемой машины власти? Как вам не позволить ей себя раздавить? Физически и морально. На самом деле выход из этого положения уже найден группой неравнодушных людей, которые, проведя тщательно документальное изыскание, доказали и юридически обосновали несостоятельность притязаний властей к своим гражданам. Причем касается это всех без исключения стран. Как ни старались драка рептилии и их ставленники на местах законодательно оправдать все свои действия, направленные на порабощение человека, они не смогли предусмотреть все тонкости и нюансы существующих в мире законов. В них все же остались лазейки, которыми воспользовались опытные юристы, сумевшие доказать, что каждый человек является свободным жителем Земли уже по праву своего рождения, и лишь по незнанию и искусственно созданным законам он добровольно отдает себя в руки властей, когда получает свидетельство о рождении с присвоением ему номера раба. Мы не будем вдаваться в юридические тонкости этого процесса, поскольку тот, кому это действительно интересно, уже может найти много информации на эту тему. Я лишь хочу привлечь ваше внимание к тому, что в последнее время этот процесс набирает обороты, и сотни тысяч людей уже сумели обрести истинную свободу, став гражданами мира, а не конкретного государства. И сделано это на основе естественного права, которым обладает каждый человек, родившийся на вашей планете. Но добиться такого права смогли лишь очень чистые древние души, обладающие высочайшим чувством собственного достоинства, и сумевшие пройти все ступени обретения своей независимости спокойно и уверенно, тем самым сохранив свои вибрации на высоте. И теперь с каждым годом таких людей будет становиться все больше, что хорошо известно властям каждой страны на самом высоком уровне. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!